Чудеса для детей начались уже у входа. Волшебный Дед Мороз и исполнение руководителя городского духового оркестра Валерия Коваля встречал ребятишек новогодней музыкой. О прикосновении волшебного посоха дирижера обещала исполнение, если уж не всех, то большинства желаний. И волшебство происходило прямо на глазах. Взрослые неравнодушные люди объединились в одно целое, чтобы создать праздник, который бы запомнился, оставил след в детской памяти. Ведь большинство из участников этой потрясающе красивой, нежной, доброй акции уже не один год приходят сюда, в кафе «Ташкент», чтобы насладиться гостеприимством хозяев и организаторов. Мы очень рады участвовать в этом. Мы очень рады, что мы можем капельку своего тепла, добра и света вложить в этот праздник детям. Дети – наше будущее, дети – наше все. Поэтому мы очень рады, что мы участвуем в этом мероприятии. Это мероприятие, которое окрыляет, которое дает возможность идти дальше, не останавливаться, которое вдохновляет. И ты понимаешь, что ту частическую тепла и добра, которые ты сделала для этих деток, немножко дает нам возможность почувствовать то, что это добро обязательно есть, будет и остается в наших сердцах, в наших делах. И оно отобразится в этих замечательных детях. Брестская областная Нотариальная палата Белорусской Нотариальной палаты уже не первый год принимает участие в такой акции. В рождественские праздники хочется сделать что-то хорошее, всегда порадовать других. Поэтому мы подготовили продуктовые наборы, которые, я надеюсь, порадуют не только детей, но и их родителей. На благотворительном мероприятии собралось много малышей с особенностями в развитии, ребятишек из многодетных семей. И каждый в этот день стал героем праздника. Простор для творчества был обеспечен. А как же иначе? Ведь за дело взялись настоящие волшебники, педагоги образовательного центра «Май Бэйби». Мы всегда рады дарить добро, дарить добро тем, кто нуждается, особенно тем, кто нуждается. Например, сегодня вот эта акция действительно нужна детям. Нужно отдать частичку себя, частичку своего сердца, ну и поделиться тем, что мы умеем. Потому что каждый год мы придумываем что-то новенькое для деток, чтобы это было им интересно. В этом году мы представили мастер-класс по коктейлям, мастер-класс по слаймам, мастер-класс как пряники. Они очень любят, особенно вот такие детки, которые любят тактильное, чтобы они получили, унесли с собой не только какой-то маленький подарочек, сделанный своими руками, а еще унесли с собой тепло в своих сердцах. Включились в процесс творчества игр взрослые. Окунуться в детство никому никогда не помешает. Ведь это так здорово. А для мам и пап это возможность немножко отдохнуть от своей громкоговорящей, озорной, веселой ребятни. Акция – это тепло, детское тепло, которое мы даем, которое понимает, что такое праздник, и мы радуемся вместе с ними. Это семейный уют, это продолжение нашего рода, это дети нашего будущего. И сколько мы им отдадим тепла, столько отдадут и они нам. И все дети, которые сегодня тут есть, это дети, которым этот праздник ждут с каждым днем и могут сделать и подарить этот праздник. Мы – Белорусский Союз Женщин. Приглашение мы получили под Рождество. То есть это, знаете, такое было рождественская сказка для детей. Волшебство, как я говорю. Дети не могли дождаться этого дня. То есть они считали дни. Мамочка, мамочка, все уже, все? Я говорю, да, да, все, мы уже сегодня идем. То есть они утром проснулись, они уже все собрались. Когда они видят людей, которые окружают их добром, которые хотят их увлечь, хотят им показать что-то интересное, новое. Для них это очень интересно. Вот, поэтому большое спасибо организаторам. Низкий поклон за такие праздники, потому что то счастье, которое они предоставляют таким деткам и многодетных семей, и особенных детей, оно нужно. Потому что все равно пусть дети верят в чудо, пусть дети видят что-то доброе, что-то хорошее, и чтобы для себя в жизни они могли вот это вот сохранить и дальше в жизни пронести. Вот, и это же волшебство, мало ли, мы же не знаем, может они вырастут и будут тоже дарить потом другим людям. А после таких интенсивных развлечений пора это обедать. Праздничное застолье с разными вкусностями пришлось ко времени и к месту. И, конечно же, никто не остался без подарков и без чудесного ощущения, что праздник получился на славу. Я желаю, конечно, организаторам, всем людям, кто вот в этом участвовал, здоровье крепкого, мирного неба над головой, ну и, конечно, благополучия. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова